Никита выпускник технического вуза. Когда поступал, думал, работа инженера не только престижная и интересная, но и востребованная. Но в реальности даже диплом о высшем образовании в трудоустройстве роли не сыграл. Где-то говорили, что нужен красный диплом. Мы прямо в открытую говорили, что диплом недостаточно красный. То есть оценки для нашей организации не совсем подходят. Где-то напрямую говорили, что мы ищем людей с опытом, нам некогда обучать, некому обучать. Поэтому тоже получался отказ. И так прошло где-то в поисках месяца 3-4. И для себя уже принял решение, что надо искать что-то другое. И таких, как Никита, сотни, если не тысячи. Буквально каждый второй в регионе работает не по специальности. Работодателям, говорят представители центра занятости, нужны узкие специалисты. К примеру, 19 тысяч вакансий в крае не могут заполнить. Из них порядка 20% приходится именно на промышленность региона. Если говорить о наиболее востребованных и остро дефицитных специальностях в промышленности, здесь мы видим постоянный устойчивый спрос. Это на инженеров различного профиля. Здесь спрос превышает предложение в 4-5 раз в зависимости от специализации. К слову, в Министерстве промышленности считают, что существующей президентской программы переподготовки кадров недостаточно. Нужны узкие специалисты, возможно, даже без опыта. И в следующем году планируется запустить подобную губернаторскую программу. Именно инженерных специальностей, восполнив тем самым необходимые вакансии. Эксперты намерены обсудить и новые форматы целевых учебных программ, чтобы студенты еще во время обучения имели возможность получить опыт, который и поможет при трудоустройстве. Для нас очень важно, чтобы практика проходила не как в старые времена, когда пришли студенты, получили бумаги и ушли с ними. Вовсе нет. Для нас абсолютно такая практика неприемлема. Для нас важно, чтобы студенты, начиная с первой практики, это именно на рабочих местах, это выполнение реальных заданий. А самое главное, чтобы материалы этой практики были воплощены в реальные квалификационные работы. То, что сейчас очень модно называть стартап. Целевое обучение, по мнению экспертов, основа стопроцентного трудоустройства профильных специалистов. Этот метод уже применяют. Только в техническом вузе таких выпускников несколько сотен. Студенты, которые выбрали не целевое обучение, тоже могут рассчитывать на трудоустройство. Правда, по мнению участников сегодняшнего круглого стола, только если они пройдут необходимую переподготовку. Ну а Никита говорит, что не стал бы рассматривать такой вариант переподготовки спустя 4 года после окончания вуза. И продолжит работать не по специальности. Никита Ермаков, Дмитрий Денисов. День с толком.